Добрый день, дорогие друзья! Вот и седьмое приключение Бибигона. Что же там случилось? Оно называется Великая Победа Бибигона. На следующий день Бибигон привел Цинцинеллу к нам. Цинцинелла крохотная девочка, похожая на розовую куклу. Приветливо сказала нам Здравствуйте! И схватив Бибигона за руку, прыгнула из окна прямо в сад. Такая смелая, отчаянная девочка. В саду ей понравилось все. И цветы, и бабочки, и белки, и скворцы, и еловые шишки, и даже быстрые смешные головастики, что так весело. Трезвились в теплой лужице Бибигон, не отходил от сестры ни на шаг. Целый день они бегали по саду, пели песни и звонко смеялись. Но вдруг Цинцинелла вскрикнула. И вся в слезах прибежала ко мне. Она увидала вдали у забора своего врага, Брундуляка. Какой он страшный! Повторяла она, какие у него злые глаза. Спасите, спасите меня от него. Он хочет меня погубить. Не плачь, Цинцинелла, сказал Бибигон. Я не дам тебя в обиду никому. Сегодня же расправлюсь со злодеем. И Бибигон стал точить свою саблю. Потом зарядил пистолет и, вскрикнув, на утёк запел. И, вскочив на утёнка, запел. Да, за любимую сестру я с наслаждением умру. И вот уже он летит в атаку навстречу злому Брундуляку. Умру, проклятый чародей, от шпаги доблестной. Умри, проклятый чародей, от шпаги доблестной моей. Но засмеялся Брундуляк и говорит герою так. Ох, берегись, милый Витязь. Не то сейчас я превращу тебя в букашку или червяка, или навозного жёлка. Ведь никому не сдобровать, когда ночной околдовать. И он надулся, словно шар, и запыхтел, как самова. И десять раз, и двадцать раз он повторял корабораз. Но в червяка не превращён. Стоит, как прежде, Бибигон. И разъярённый Брундуляк. Так, погоди же ты, смельчак. И вновь, и сызнова, и снова. Волшебное твердит он слово. И пятьдесят, и шестьдесят, и восемьдесят раз подряд. И двести раз, и треста раз. Он говорит корабораз. Но Бибигон стоит пред ним. Как прежде, цел и невредим. Увидел Брундуляк, что ему не заколдовать смельчака. Заморгал он трусливыми глазёнками. Задрожал. Залопотал и захныкал. Видите, ничего у него не получилось. Потому что очень смелый был Бибигон. Не губи ты меня, не руби ты меня, Отпусти ты меня и прости ты меня. Но Бибигон засмеялся. В ответ пощады тебе, ненавистному нет. Сейчас предо мною и скулишь, и вьюшь, и юлишь ты. А завтра меня в червяка превратишь ты. И острую шпагу в него он вонзил. И в самое сердце его поразил. И рухнул индюк. И от жирного тела в далёкий бурьян голова отлетела. И тело скатилось в тёмный овраг. И сгинул навеки злодей Брундуляк. И все засмеялись, запели, обрадовались. И все сбежались к моему балкону. И мальчики, и девочки, и старики, и старухи. И все они громко кричат. Да здравствует бесстрашный герой Брундуляк. Слава ему и его, милой сестре Цинцинеллю. И вот как король величава Выходит он к нам на балкон. Кивает нам влево и вправо. И всем улыбается он. Комзол из зелёного шёлка Обшит у него серебром. В руках у него треуголка С чудесным павлиным пером. И Алая сверкает нарядом. Милая, весела и добра стоит, Улыбается рядом его молодая сестра. Конец. Цинцинелла поселилась у нас Вместе с братом и в игрушечном домике. И, конечно, мы все постараемся, Чтобы ей жилось хорошо и правильно. Я купила для них, Обоих, для Биби Гона и его сестры, Чудесные книжки с картинками. И когда идёт дождь или снег, Оба читают их целыми днями, Быстро бегая по каждой странице, От буквы к букве, От строчки к строчке. А когда наступит Новый год, Я хорошенько упрягу Своих крохотных друзей в карман Моей тёплой шубы, И мы пойдём в Кремль на ёлку. И воображаю, Как будут рады и счастливы дети, Когда увидят своими глазами Живого Биби Гона И его весёлую, нарядную сестру. Его шапку, Его треугольную шляпу И услышат его задорную речь. Но я заранее прошу Всех московских детей, Когда в Кремль, Или в колонном зале, Или в цирке, Или в кукольном театре образцово, Или в доме пионеров, Или в метро, Или в детском театре, Вы увидите Биби Гона И Цинцинеллу. Не хватайте их руками, Не ласкайте, Потому что вы можете Нечаянно сделать им больно. И не вздумайте Тормошить Биби Гона. Ведь он лилипуд. Мальчик с пальчиком стоит. Вам как-нибудь Неосторожно сдавить его, Он останется на всю жизнь Калекой. И пожалуйста, Не дразните его, И не смейтесь над ним, Потому что он Очень обидчивый. Если вы скажете ему Грубое слово, Он рассердится Обнажит свою шпагу И набросится на вас, Как на врагов. Но если он почувствует, Что его Цинцинеллы Окружают друзья, Он будет рад Поиграть И подурачиться с вами. И потом Вскарабкается На спину высокого, На спинку высокого кресла. И до позднего вечера Будет рассказывать вам О своих чудесных приключениях И подвигах, О боях, Соколы-караколах, О путешествии в страну Говорящих цветов, О единоборстве С морским великаном Курындом И о могуче, И о многих других Приключениях, В которых он, В которых Еще никто никогда Ничего не слыхал. Вот такая история Приключилась. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, Ставьте большой палец И до следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok